Под дождем хрустальным роза продолжает нежно цвесть. С нарцисса впадает хрустальный дождь, роза — мокра от дождя. Неизвестный витязь сидит и плачет. Хрустальный дождь, слезы текут с гешеровых желобов, ресниц. Петренко, следуя подлиннику, создает впечатляющую картину. Озарял хрустальный ливень с желобов гешерных тьму. Все очень зримо, убедительно, эффектно. Замена дождя ливнем, то есть гиперболизация образа, оправдана тем, что, как читатель узнает чуть позже, Ториэл сильно плакал. Слезы будто сквозь запруду просочились, покраснев. А в Тандил едет на поиски Мулгазанзарского царя Придона и тоскует о радостях прошедших. Нарциссы, глаза, разразились грозой, дождились слезы, омывали хрусталь и омаль. Петренко переводит «из нарцисса в ливень грянул на тускнеющий хрусталь». В подлиннике три глагола в переводе «один». Вместо «дождили слезы» — ливень грянул. Ливень грянул — это и сильный дождь, и ассоциация грозы. «Экономя один глагол», Петренко достигает почти равноценного с подлинником эффекта. Во второй части метафоры он пропускает слово «стекло», оставляя главное — хрусталь, и сокращает еще один глагол «омывали». Получается метафора, не противоречащая авторской. И хоть ослаблена ее экспрессия из-за отсутствия повторов глаголов, свежесть и изящество образа неоспоримы. Одним глаголом передают эту метафору и Заболоцкий, и Цагарелли, двумя — Нуцубидзе и Бальмант. Заболоцкий. «Но нарциссы, как и прежде, слезы горькие роняли». «Цагарелли. Из нарциссов лились слезы на эмали и хрусталь». «Ноцубидзе. Дождь с нарциссов льет, обрызгав лик хрустально-белоснежный». «Бальмант. Из нарциссов дождь, стекая, моет влагою хрусталь». Заболоцкий чересчур упрощает образ, пропуская стекло и хрусталь. «В Нуцубидзе ускользнула гроза. Раскрылось значение хрусталя». «Старается быть близким к первоисточнику Бальмант». «Его перевод уступает Петренковскому, но точнее, чем Заболоцкого и Нуцубидзе». «Совсем уж вялой получилась строка у Цагарелли. Даже Бажан, известный своей скрупулезностью, не нашел каких-то особых выразительных средств, чтобы превзойти своих коллег. И в его переводе мы находим почти одинаковую трактовку с ними. «И крыстал омыл из слезы, и хылився от слез нарцисс. И хрусталь омыл из слезы, и клонился от слез нарцисс». «Три витязя-побратима освободили Каджетскую крепость. Много воинов Придона сложило голову в этом сражении. Тарел выражает свое соболезнование и сочувствие Придону. Он замолк, заплакал скорбно, дождь и снег смешал во дно, и метелью из нарциссов было все занесено». Барамидзе так расшифровывает метафорическое значение этих двух строк. «Снег метафорически означает лицо, белое, красивое, чистое лицо, дождь и горькие слезы, нарцисс — глаза. Содержание всего метафорического строя таково. Тарел заплакал, потоки горьких, горячих слез потекли по снегу, по лицу, ринувшийся из глаз борей холодный ветер и смешанный со снегом дождь, леденят щеки, воистину январь, зимняя стужа». Петренко улавливает авторский замысел и старается, не нарушая образного строя подлинника, строго следовать за ним. Но какое нелегкое это дело строго следовать за подлинником. Само значение слова «подлинник» — подлинное, истинное — обязывает переводчика быть предельно искренним перед ним. Мало понимать образ, мало желать воспроизвести его. Нужно еще и дьявольское умение почувствовать себя в роли автора, преобразиться самому, чтобы вновь рожденные волшебные слова обожгли уста твои своим первозданным огнем. В первой строке перевода мы узнаем почерк Руставели. Размашистый, напряженный, емкий. Легко представить печального витязя, понять его тяжелое душевное состояние. Во второй строке переводчику явно не хватает стихотворных слогов. Он вынужден упростить образ, пропустить и розу, и январь, удовлетвориться общей констатацией сложной развернутой метафоры. Нет, Петренко не погрешил против истины. Он поведал нам ее, но без равноценного оригинала трагизма, волнения и трепета. Но Цубидзе преодолел тот барьер, где не хватило дыхания Петренко. И барей нарциссы движет розу стужей, сжет январь, использовав весь словесный арсенал Руставели внешними признаками, искусно переданной величии и красота страдания героя. Справедливости ради следует отметить, что полностью эту метафору не осилил и на Цубидзе. Его стремление к максимальной точности, обилие депричастных оборотов, так сказав, смешавший первую строку. Плачет, так сказав, смешавшись снегом слезы, как янтарь. Сделал тяжеловесной. А январь ради рифмы потребовал созвучный янтарь, отсутствующий в оригинале. В передаче второй строки и Цегарелии превзошел Петренко. Он переводит. «И барей снежит нарциссы, розы леденит январь». Зато его первая строка чересчур прямолинейна и сентиментальна. Плачет бледной ланиты слезным током, орошая. По-своему воспринял метафору Заболоцкий. Царь заплакал безутешный, и с ресниц вдохнул мороз, и, мешая дождь со снегом, заморозил купу роз. И тут мы не встречаем нарциссы, барея, января, хотя Руставелевский образ угадывается. Четыре переводчика, четыре оригинальные интерпретации, все они восполняют друг друга, но уступают подлиннику. В стране Гуланшаро Афтандил находит Тариэла, убившего льва. Обессиленный борьбой с царем зверей, витязь упал, потерял сознание. Не найдя в кустарниках воду, Афтандил кровью льва обрызгивает побратима. Льву подобного обрызгал кровью львиную собрат, и тогда индусов темных дрогнул мертвенный отряд. Афтандил окроплял грудь того льва львиной кровью, Тариэл вздрогнул, зашевелился отряд племени индов — ресницы. Здесь говорится о черных ресницах пришедшего в себя героя. Русский поэт Фетт, в связи с одной метафорой Гафиза, где персидский поэт черные глаза красивой женщины сравнивает с жестоким негром, отмечает следующее. «Вот настоящий прыжок с седьмого этажа, но зато какая поэзия! Если это так, то вышеуказанная метафора равна прыжку с двенадцатого этажа». Остается добавить, что Петренко вслед за Руставели повторил этот прыжок. «Не нанося урона подлиннику, более того, с сохранением всех его достоинств восстанавливает он впечатляющую картину. Единственная лишняя деталь — определение темных, ибо и так подразумевается, что индусы темнокожие». Что же касается добавленного переводчиком другого определения «мертвенный», оно целиком логично. У человека, потерявшего сознание, ресницы в самом деле мертвенные, лишнее нейтрализовано необходимым. Отряд индусов, как метафора, встречается и в ином месте чеченадзевского издания «Витязя в тигровой шкуре». Рассказывая Афтандилу о своих приключениях, Тарел плачет. Розы лика рассились, пал индусов черный строй. Роза мокнет, отряд индусов кажется немощным. У индусов на этот раз иной оттенок, а не черные. Не раскрой переводчик значения «розы», вышла бы безупречная метафора. Строка и при таком небольшом недостатке звучит по-руставелевски. «Пал индусов черный строй». Загрустил Витязь, опустились его ресницы. Еще одна метафора из-за ресничного ряда. «И на рощу роз упала тень от хижины ресниц». Честно говоря, здесь ни к чему не придерешься. Все точно, поэтично, красиво, без излишеств. Можно сказать, перевод адекватный, на уровне лучших образцов. Петренковскому переводу дословно вторит Заболоцкий. «И на садик роз упала тень от хижины ресниц». Расхождение в одном слове «роща-садик». Если ресницы Тариэла — отряд индусов, то в Тандиловы — гешеровый потолок. Он, беседуя с Придоном, скрыл завесу гешера черноту больших озер. Замена гешерового потолка гешеровой завесой — грех небольшой, хотя величественность образа преуменьшается. Хуже обстоит дело с чернильным озером, глазами. Большие озера — это, конечно, не то. Аналогичную интерпретацию метафоры дает и Ноцубидзе. «Скрыл он черные озера под гешеровым покровом». Возвращений нет. Переводчик точен. На это злополучный чернильный никак не помещается в строке. Он вынужден его заменить черными, что, увы, не дает желаемого эффекта, ибо теряется материальность образа. Чересчур прямолинейен Цагарелли. На озеро глаз ложилась тень ресниц, как от шатров. Дословно пережевывая метафору, он опять вытесняет из строчки поэтический дух Руставели. В 950-м Катрене поэмы встречается образ шатры-гешера. Петренко воспроизводит его, Цагарелли же почему-то пропускает. Петренко опускал в шатры-гешера тростника склоненный ствол. Цагарелли, не сводя молящих взоров, к другу он склонился с таном. Ближе всех к идеалу Бальмонт, но его подводит повтор «Чернильный, чернильный». На чернильные озера лег чернильный потолок, и вновь приходится констатировать, что Петренко не уступает своим именитым соперникам. Характеризуя поэтический стиль Шекспира, Пастернак писал, что метафоризм, стенография большой личности, скоропись его духа. Переводчику необходимо успевать за этой скорописью, попутно распутывая клубок сложных ассоциаций и подтекстов. То, что восемь столетий назад считалось целиком понятным, а может быть отчасти и тогда было головоломкой, сегодня вряд ли можно понять без определенной филологической подготовки. Петренко такой подготовкой несомненно владел. Об этом свидетельствуют и примененные им способы трансформации метафорических образов. Первое. Транскрипция, когда метафора передана полностью, или компрессия, когда путем экономии стихотворного слога или целого словесного блока достигается ее сжатие, что дает возможность вместить художественный образ в соответствующую строку. Второе. Транспонирование, когда с помощью акцентирования самой характерной детали метафоры воссоздается образное и семантическое значение подлинника. В таком случае конкретизируется один из семантических компонентов, и за счет этого расширяется метафорический образ. Третье. Замена метафорического образа подлинника собственным метафорическим образом или создание новой самостоятельной метафоры, когда ее в подлиннике нет. Но это уже тема особого разговора, который мы продолжим в следующем разделе. Роден говорил, «Степень допустимого вмешательства в текст оригинала, не определил границ от себятины, очевидно одно — это должен чувствовать сам переводчик». Никто, конечно, не настаивает на необходимости следовать как бы застывшим строкам подстрочника, выравнивая их ритмически и находя соответствующие рифмы. Дело и не в том, что даже в идеальном переводе, если такой может существовать, невозможно сохранить все смысловые, образные или музыкальные нюансы подлинника. Главное — весь свой талант, опыт и умение мобилизовать для достижения этой цели. Перевод, который стремится быть идентичным оригиналу, писал Гёте в заметках к западно-восточному дивану. Переводы. Обладает точностью подсрочника и безгранично приближает нас к подлиннику. Нас подводят, даже подталкивают к нему, и, наконец, весь круг сближения чужого со своим отечественным, знакомого с незнакомым, замыкается. Как ни странно, сближение иногда происходит путем отдаления, отдаления мнимого, когда по внешним признакам будто уходят от первоисточника, а в самом деле докапываются до его сути. И встреча знакомого с незнакомым дает качественно новый сплав, который мы называем художественным переводом. Такой подход к подлиннику квалифицируется как творческая активность переводчика, его соучастие в создании адекватных художественных образов. Да, существует такой термин, который узаконивает право интерпретатора на поиски, эксперименты для того, чтобы давать не консервы из книг, а сохранить их жизненность, их витамины. Именно с целью сохранения витаминов Петренко постоянно проявляет чуткость к подстрочнику. Иного пути общения с подлинником у него нет. Говорит Ториэл, «Мне понравился столь мудрый девы царственный совет. Даже солнцу стал угрозой огневой его расцвет. Мне досталась от любимой не обида, а привет. Ах, в лучах ее терялся полдня яростного свет. Понравился мне этот совет мудрость ее сердца, той, на которой даже солнце стеснялась смотреть. От нее, от Нистан-Дарджан, довелась услышать мне отнюдь не сыровые речи. От нее лучи, которые затмевают даже дневной свет. Если в оригинале солнце стесняется смотреть на красоту дочери индийского царя, то в переводе эта красота становится угрозой для солнца. Если в оригинале тучи Нистан затмевает просто дневной свет, то в переводе полдня яростного свет активен переводчик и в описании внешности Нистан. «И вошел я в дом красивый, где терраса не одна. В очи хлынула оттуда блеска белого волна. Она повела меня в дом, воздвигнутый красивыми террасами, терраса над террасой. Появилась луна Нистан-Дарджан, заливавшая все вокруг лучами». В переводе потерялась луна, но благодаря мощному глаголу «хлынула» фраза «блеска белого волна» компенсирует этот пропуск и в целом строка ничуть не уступает подлиннику. «Солнцу было бы достаточно, если бы оно могло сравниться с нею красотою», говорит Фатман, а не Стан-Дарджан. Переводчик как будто соперничает с ней в восхвалении героини. «Красоты такой хватило б солнцу красному навек». Навек добавление Петренко, вернее, проявление его убеждения в несказанной красоте Нистан. В том, что это не оговорка, не единственный случай, нас убеждают другие места перевода. Из рассказа рабов Каджетского царя «Что зарей одним казалось, то луной другим очам. Рассмотреть вблизи желая приближались мы к лучам. Окружить спеша сиянье растянулись по полям. Глаз из блеска исходящей обратился властно к нам». Одни сказали, «Это утренняя заря». Другие говорили, «Это луна». Двинулись всем отрядом к тому видению, желая разглядеть его поближе. Обошлись далека, окружили его. И сияние послышался голос, говорящий нам. Будучи предельно верным подлиннику, Петренко все же допускает две, если можно так выразиться, положительные отсебятины «к лучам и сиянье». Оба эти эпитета относятся к нестан. Подлиннике так не сказано, но так подразумевается, и переводчик раскрывает скобки. Когда вмешательство переводчика оправдано логикой подлинника, мы должны констатировать творческое соучастие, а не нарушение переводческой этики. Там, где такое соучастие явно пошло бы во вред, Петренко сдержан и по возможности точен. Глаз из блеска исходящей обратился властно к нам. В этот прекрасный образ переводчик вставил одно единственное слово «властно» и весьма кстати. Но опять-таки, найдя малейшую возможность, он снова готов воздать должное очарованию Нистан. Нарядили то светило, что затмило рой планет, и каменья засверкали, расточая яркий свет. «Был из цельного рубина, начало венец одет, и прозрачные кристаллы украшали розы цвет. Принесли наряды ее облачения, усыпанные сверкающими драгоценными камнями, и надели ей на голову венец из цельного рубина. Там роза украшал цвет прозрачного хрусталя, ее лицо красило венец. Упрекнуть переводчика в том, что он в начале строфы пышнословен, что использовал лишь одно слово подлинника и, по сути, создал новую собственную строку. Думается, поступать так было бы несправедливо, прежде всего в отношении поэзии подлинника, в отношении образа персонажа. Переводчик имел право на преувеличение, гармонирующее с авторским стилем. Дальше он покорно следует за первоисточником, содержание которого оправдывает отмеченную словесную щедрость переводчика. Известный русский критик Огнев считает, что переводчик не может не испытывать влияние эстетики переводимого поэта, как-то переносить на свою творческую почву полезное и близкое себе, то, что подчеркнуто в опыте художника, которого он старается понять, истолковать, донести его идеи, образы, мир его чувств, атмосферу его поэзии. Божественному облику Нистан-Дориджан соответствует ее глубокий духовный мир, ее нравственная красота, что с поразительным совершенством воплотилась и раскрылась в письме к возлюбленному. По словам Чичинадзе, подобное письмо не написала ни одна литературная героиня. В нем слиты воедино внутренняя свобода, темперамент, искренность и преданность, Нистан избраннику сердца. В богатейшем арсенале русского языка Петренко находит точные и жгучие слова, чтобы читатель ощутил их первозданный смысл и проникся состраданием к находившейся на грани отчаяния на все же не сломленной духом затворнице. На листе трепещет сердце, как на сердце дорогом, сердце к сердцу припадая, век останешься вдвоем. Бумагой служит сердце, слитое с моим, сердце обраченное, сердце ты связано, не отвязывайся, будь привязана. Возможно, здесь нет педантичной смысловой точности, но есть точность чувств, накал эмоций, есть то, ради чего пишется письмо, клятва верности и вечной преданности. Что таил доселе разум, то в узоре этих строк, пишет Нистан. И в слове «узор» мы представляем родной вязь грузинского алфавита. «Я клянусь тобою, солнце, буду век твоей луной. Я не дамся, если даже трое солнц придут за мной. И скорее со скал не зринусь в сумрак пропасти ночной. Обратись, любимый, к небу, сокрыленной мольбой». «Клянусь твоим солнцем, никому она не достанется. Я весь даже три солнца. Я низвергнусь вниз огромной скалы близко от меня. Молись о моей душе, может, с неба подхватит меня крылья». В этом Катрене Петренко делает два отступления от подлинника. «Клянусь» в нем повторяется дважды, крылья же относятся к самой Нистан, а не мольбе Ториэла. Они не очень, но все же идут в ущерб тексту. Но вот еще третье отступление, которое, на наш взгляд, частично компенсирует упущенное. Речь идет о конце третьей строки. «Сумрак пропасти ночной». Петренко делает логическое сопоставление света и тьмы. Нистан — луна, значит, она незринется в сумрак пропасти ночной. Подобную клятву, кстати, Нистан давала и намного раньше, посылая Ториэла войной на Хатавов. «С той поры, как поделились этой тайной мы с тобой, знай, тебе не изменю я и за гранью гробовой. Это слово я скрепляю ныне клятвой роковой, коль со лгу пускай утрачу этот мир и мир иной. С того дня, как мы знаем чувства друг друга, считай, что я принадлежу тебе, даю в том твердое слово. На томе стою, скрепив небесной клятвой, Бог тому свидетель, если обману, то пусть Бог обратит меня в прах и не достигну я, не буду восседать девятых небес». Переводчик приближает вторую строку к народной речи с использованием идиоматического выражения «за гранью гробовой». Путем контрастного сопоставления «этот мир и мир иной» он достигает выразительности мыслей простоты формы. «Коли речь зашла о клятве, как не вспомнить обет, данный Тинатин Автандилу пред его отправлением на поиски чужестранного витязя. Я клянусь Твоей останусь безупречной во всем, даже солнце став мужчиной, если в мой проникнет дом, пусть лишусь тогда Эдема, поглощенный огнем, пусть любовь Твоя во гневе поразит меня мечом. «Клянусь Тебе, если я возьму мужья другого, кроме Тебя, достанься мне в удел, хоть солнце воплоти для меня очеловечившееся, пусть совсем лишусь я рая и буду брошен в преисподнюю, пусть убьет меня Твоя любовь, франзит мое сердце ножом». У Тинатин позиция пассивная, она перекладывает наказание за ее измену на возлюбленного, а Нистан сама готова привести приговор в исполнение. Не подумай, что другому рок любовь твою отдал, не бывать тому вовеки. Обреченная меж скал, лучше брошись я с обрыва или кинуть на кинжал. Меч, который должен поразить Тинатин в случае невыполнения обета, символический, а кинжал Нистан реальный. И обрыв тоже. Конечно, нужно учитывать ситуацию, в которой произносятся эти клятвы. Тинатин на престоле Нистан в келье крепости. Отсюда и обостренный слов Нистан. Переводчик, понимая эту разницу, воспроизводит тексты именно в отмеченных контекстах. «Снова мир меня терзает в злобной ярости своей», пишет Нистан. И мы как бы ощущаем эту злобную ярость, это терзание. Она продолжает, и теперь, прибавив в горе, в горе горше во ста крат, он изранен и ранить снова бедствия мирот. Под конец он меня ввергнув внеоборванный этот ад. Так подосланные роком нас случайности казнят. Ныне мир прибавил к моему горе еще большее горе. Судьба не удовольствовалась не и судьба и вместо конкретной информации предложил общую фразу, в заключительной же строке допустил смысловую неточность. Он судьбу отождествляет со случайностями. А это неправильно. Петренко хоть и старается быть близким к оригиналу, упоминает рок, но в итоге близость оказывается ложной. Не хватает точности в передаче именно информации в начале следующего Катрена. До подножья этой башни не достигнет острый взор. Возникает сразу два вопроса. Первый какой башни? Второй почему до подножья. В оригинале сказано «Я сижу в столь высокой крепости, что едва ее взор достигает». Значит, это не просто башня, крепость. У автора отсутствует детализация подножья или крыша. Дальше переводчик вновь мобилизуется в достижении максимальной точности. «Вглубь скалы ведет дорога и стоит на ней дозор. Смена вовремя приходит по угрюмым ребрам гор». Даже самому педантичному буквоеду не придраться к этим отчеканенным строкам, в которых достигнута не только смысловая адекватность, но и прекрасная музыкальность. К сожалению, в четвертой строке переводчик снова ошибается, не улавливая нюанс подлинника. Нистан говорит о каджах, об их колдовской способности, убивают они, вступивших с ними в битву, словно огнем их охватывают. Петренко переводит. Чужака хватая, стража превращается в костер. Охватить огнем и превращаться в костер, конечно, понятия разные. Из перевода Петренко читатель может понять, что чужака хватая хаджи сами сгорают. Добавим также, что и чужаки, вступившие с ними в битву, также неравноценные понятия. Письмо Нистан Дарджан не только высочайший образец ее нравственной чистоты, но ее острого ума, наблюдательности. Сообщая воинские особенности каджи и путь проникновения в крепость, она все же предостерегает возлюбленного от попытки вторжения туда. Знай, что способом особым начинают битвы тут. Горше этого мне будет, коль тебя не убьют, и сгорю, как от огнива загорающийся труд. Так смирись, храбрец, хоть сердцем, как утес отвесный крут. не думай, что они той же стати, что и другие воины. Не убивай меня горем большим, чем нынешние, коль вижу тебя мертвым, сгорю, как труп от огнива. Я разлучена с тобой, смирись сердцем, затвердевшим, как скала. В Катрене два сравнения, и переводчик сохраняет оба. В конце Катрена удачный повтор звука Т. Еще об одном сравнении. Окрыли меня Всевышний, чтобы в сумраке и днем я с лучом не разлучалась и жила, как птица в нем. Пусть даст он Бог мне крылья, я улечу и обрету желанное, день и ночь буду созерцать сияние луча солнца. Как птица выдумка переводчика. Но не она вызывает возражение, в данном контексте она как раз уместно смущает иное. Как же птица может жить в луче? Такие небольшие отклонения часто умаляют достоинство перевода Петренко. Так и хочется потянуться к перу и где под силу подправить. Вот читаешь страфу полной поэзии высоких чувств и порывов, где свободно течет мысль без словесных излишеств, не заглядывая в подлинник, веришь, что это Руставели. Но вдруг в конце обнаруживаешь, что в стих врывается иная интонация. Без тебя погаснет солнце, ты ведь часть его огня, так сопутствуй же светил вечный жар его храня. Буду зареть тебя, и сердце озарится у меня. Жизнь горька, и смерть подходит к темной пропасти маня. Петренко переначал дух подлинника, дух героини, которая, согласно переводу, смирилась со своей участью и лишь констатирует ее. В самом же деле Нестан говорит, если жизнь моя была горька, тогда будет мне смерть сладка. Это уже позиция, а в переводе просто стон обреченный. Заканчивая письмо, он Нестан утешает возлюбленного, еще раз заверяя его вечной своей преданности. Петренко в конце концов достигает полной гармонии с оригиналом, его перевод воспринимается безоговорочно. Не страшит меня погибель, возносясь к тебе душой, я любовь твою вобрала, и она во мне со мной. Хотя разлука ранит сердце, и томит его тоской, не рыдай и не печалься, пламень сердца дорогой. Также старательно передает переводчике просьбу Нестан Тариэлу помочь находившемуся в беде отцу. Бездочернему будь сыном, пишет он вместо утешь его сердце, страдающий от разлуки со мной. И вносит в текст какой-то особый интим, созвучный всему настроению письма. Петренко чуток пульсу подлинника, и там, где голос героини вот-вот должен надорваться. Мой удел достойный жалоб, мною ныне изъяснен. Это правда, трону в сердце порождает долгий стон. Скоро стану я причиной злого карканье ворон, а пока жива я, будет взор твой влагой орошен. Своеобразие дарования Петренко-переводчика с особой яркостью проявилось в передаче динамических сцен. Там, где бушует страсти, сталкивается разной силой и характеры, он неудержим весь в стихии подлинника. Здесь у него и слог, кованый и стиль отточенный. Стадом стад пришла добыча велика издалека. Лань, кулан, коза и серна с дивной дальностью прыжка. К ним помчались царь и витязь, созерцали их войска. Вот стрела и лук жестокий, и безу стали рука. Блеск небесу газ, увидев отблеск конского следа. Мчались конные, стреляя, кровь хлистала, как вода. Не хватало стрел, и люди подавали их тогда, все в крови вперед ни шагу не могли вступить стада. Но стрелки стада согнали и погнали пред собой, истребили. В небе суще был разгневан бог резней, стали красными долины под кровавой рекой. С драгоценным райским древом юн исходен был герой. Пригнали стадо бесчисленное олень-коза и анагр, серно-высокопрыгающая, и преследовали властители и слуги, что может быть прекраснее для взоров вот луки стрела и рука неутомимая. Пыль взбитая копытами их коней затмевало солнце. Они стреляли, убивали, по полю лилась кровь. Когда у них стрелы кончились, слуги рабы снова подавали. Звери им раненые не могли двинуться на шаг вперед. Тополи проскакали, гнали перед собой стадо. Убили и уничтожили, небесного бога прогневали. Поля окрасились в красный цвет, обогрелись кровью животных. На автандила взирающие говорили, похож он на райское дерево. Тут Раставели описывает состязание царя Растевана и Воспаспета автандила. Переводчик сразу же берет высокую ноту и, улавливая исчезнувшую за весьма обычной строкой подстрочника, пригнали стадо бесчисленное, поэзию подлинника, он разворачивает информацию и делает ее впечатляющей. Стадом стад пришла добыча. Очень зримо с поэтическим обаянием переданы скачки царя и витязя. Блеск небес угас в виде вот близ конского следа. Отталкиваясь от первоисточника, переводчик чувствует себя свободным в воспроизведении его оттенков, и эта свобода является залогом убедительности и точности. Точность поэтического перевода, как уже отмечалось, не означает ни семантической точности, ни строгого соответствия грамматических и фразеологических форм, хотя в данном случае не упущены и эти моменты. Петренко дает свое прочение строки, противовес подстрочнику, пыль, взбитая копытами их коней, он переводит «отблиз конского следа». У Ростовелии дословно так и написано «следы их коней». Возможно, из-за простой истины, что поэзия самая национальная форма среди всех видов искусства, мы иногда в переводе не чувствуем прелесть подлинника, его драматизм и колорит, хотя бы в этой строке «Михотцес да минсродес, миндоре сисхэтла, мясхмидес» они стреляли, убивали, по полю лилась кровь. Столько непосредственности экспрессии и динамизма, такая великолепная звукопись, что едва ли возможно сохранить все эти достоинства в иноязычном тексте такого же объема. Петренко переводит «Мчались конные, стреляя, кровь хлистала, что вода». Он отцу Бидзе, который не нуждался в подстрочнике, читаем. Поражая вновь стреляли, кровь струилась как ручей. Оба правильно, беспристрастно передают авторскую информацию, но ни один из них не досягает равного с подлинником поэтического эффекта. Хорошо, на наш взгляд, справился Петренко с батальной сценой помощи Тарияэла Придону. И враги надели шлемы, доносился шум большой, лодок восемь или больше появилось предо мной. Я переднюю повергнул, не ушел никто живой, раздробил ее питою, прекратил их бабевой. Я настиг ладью вторую и рукой за борт схватил. В море вверх ее с бойцами безрассудных утопил. Лишь на бегство побережью остальным хватило сил. Кто увидел, удивился, похвалил, не осудил. я разведал их врагов намерения, почему они надевали шлемы. Лодки встретили меня, кажется, их было восемь. Быстро бросился на них, они, противники, начали дружно грести. Я ударил каблуком, я прокинул одну из лодок, они завопили по-женски. Подплыл я к другой лодке, схватился рукой за корму, утопил их в море, истребил, не воевать им больше. Остальные бежали, бросились в свои укрытия, всевидевшие меня дивились, хвалили, не хулили. Витязь в тигровой шкуре громит врагов вновь обретенного друга Нородина Придона. Вся нагрузка, как и в оригинале, ложится на глагол. У Петренко их 16, у Руставели 20. Они обеспечивают не только смысловую точность, но и эмоциональный накал повествования. Воспроизведен и один из любимых приемов Руставели контрастный параллелизм. Кто увидел, удивился, похвалил, не осудил. Тонкое владение глаголом демонстрирует трудность. Не зная страха, Автандил истреблял воинов как коз. Некоторых разбивала корабль, других бросал в море. Он ударял их друг от друга 8 а 9 9 а 8. Раненые хоронились среди трупов, не подавая голоса. Гиберболизированная картина создана сложная амнемическая рифма «волновал», «волновал», что также характерно для Руставели. Если вспомним, что поэтический перевод — это сумма потери компенсаций, то заключение одно — настоящий случай компенсация. Здесь же нужно назвать истребление Тариэлом Девов в их пещере. Буря воплей тех чудовищ до небес тогда дошла, сила их разящих палец долы дальней трясла, тополь дрогнул, зашатался, мгла на солнце налегла, отражая сотни Девов, рвал на части их тела. Истребил отряд их первый, взял пещерные врата, вдруг огромный Дев нагрянул, подымая два щита. За рога его схватил я и пригнул к земле тогда, грудь ему рассек и кровью залилась пещера та. Вновь стремительное развитие действий, напряженность ритма, возрастающая оркестровка стиха, чередование киберболических образов. В восьми строках развернута панорама отчаянного наступления Тариэла на злых существ, Девов. Переводчик с темпераментом очевидца следует репортажному стилю подлинника, его динамики, его монументальности. Примечание. Комиссия по установлению академического текста поэмы изъяла эти строфы как интерполяцию. Во вступлении мы писали, что Петренко оставил непереведенными 141 строфу. Если учесть, что в Чеченадзовском издании 179 1745 строф, а в академическом 1587, то Петренко перевел на 18 строф больше, чем в академическом издании. Доказательством того, насколько энергичен, точен и музыкален перевод Петренко, когда в стихе доминирует действие, глагол, может служить и рассказ Фатман о Акаджах. Чудеса они являют, поражают слепотой, на ладьи врагов бросают злых смерчей свистящий строй, по волнам шагают смело, бода делает сухой, знойный полдень затмевают, освещают мрак ночной. Они совершают нечто невероятное, ослепляют своих врагов, напускают страшный ветер, опрокидывают корабли, осушая воду, бегут по ней, как по суше, хотят, день обращают в ночь, хотят, освещают мрак. Переводчик предлагает графический портрет Каджи, где, благодаря крупным и характерным штрихам, обеспечено достаточное сходство между оригиналами и переводом. Однако, дело не только во внешнем сходстве, порой соблазнителем и обманчивом, говорится о достойном соперничестве русского текста с грузинским прообразом. Переводческое мастерство Петренко в передаче батальных сцен достигает апогея в главе взятия каджетской крепости и освобождение Нестандер и Джан. Всего в три Катрена вместил Руставели решающие действия витязей по-братиму, которые ради этой победы над каджами перенесли столько невзгод. Сразу плети засвистели, кони кинулись вперед, крик отчаянный раздался от незапертых ворот, с трех сторон три друга в город сразу врезались в разлет, и от грома труб их дрогнул вражей прорванной оплот. Божья кара била каджей, возникая из высот. Отвратясь от солнца, крона сумрак мертвенный несет, буйной бури перевернут и низвергнут небосвод, поле павших не вмещает, тяжесть тел его гнетет. Грозный голос Ториэла без меча людей сражал. Он срывал с людей кольчуги металл 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 в металл. У ворот замкнулись в рубки час решительный настал и ворвались все и каждый стражу в ужас повергал. Внезапно они пришпорили коней, раздался свист плети. Увидев, что ворота поддались, в городе предались смятенью. С трех сторон двинулись все трое, пренебрегая опасностью. Ударили в набат и барабан, гулко затрубили трубы. На Каджете обрушился тогда гнев Божий безмерный. Разгневанный Кронос отвратил от себя сладость солнца. Грозно прокинулись на него Каджете Круг Колесо и Свод Небесный. Поля не вмещали мертвых. Мертвых сон все возрастал. Мощный голос Ториэла лишал воинов сознания. Ториэл пробивал кольчуги, крепость, панцирей и наплечников. Была смятена. Они устремились к трем воротам, им нетрудно было рубить врагов. Ворвавшись в город, они поставили крепость перед испытанием. Петренко, как бы чувствуя дыхание приближавшейся смерти, весь выкладывается, властно господствует над словом, подчиняет его единственной цели — воссозданию монументального письма Руставели, полнокровных, мощных образов героев его поэмы. Он безупречен даже в нюансах. Поле павших не вмещает, читаем в переводе, ибо о погибших сражении уместнее сказать «павшие», чем, допустим, «трупы», как у Заболоцкого. Результат поэтического прилежания Петрянко и превосходная гипербола «тяжесть тел его гнетет». А литерация, созданная с помощью чередования звука «р», оставляет слуховое впечатление топота конских копыт, звона щитов и копий вообще неудержимого стремления. Звук «р» должно быть не случайно выбран переводчиком. Французские поэты Дюбеле, Рансар и другие считали, что этот звук в стихе звучит так же, как «голос трубы». И в подлиннике и в переводе речь идет именно о «громе труб». Петрянко знал французский язык, и эта деталь ему, наверное, была известна. Успеху Петрянко в передаче батальных сцен во многом способствовал выбранный им ритмический рисунок стиха. Как известно, «Витязь» в тигровой шкуре написан шестнадцати сложными Катрянами Шаири. Во избежание монотонности автор прибегает к двум его видам, к высокому и низкому. Высокий Шаири способствует воспроизведению стремительных событий, пульс стиха в нем учащается, а когда поэт описывает внешность своих героев или делится с нами своими морально-философскими размышлениями, ритм становится спокойнее. Он переходит на низкий Шаири. Таким образом, и в «Витязь» в тигровой шкуре в пределах одного метра мы имеем два резко отличающих друг от друга ритма. Схема высокого Шаири Различие между высоким и низким Шаири создают и рифмы. Высоком они двусложные, женские, в низком трехсложные, дактилические. Перевод Петренко выполнен полностью мужскими рифмами, что дает лишь возможность имитации высокого Шаири и исключает имитацию низкого. Монотонность стала неизбежной, хотя, как уже отметили, способствовала удачной передаче динамических сцен. Бесспорно, воспроизведение звукового фона и ритмического разнообразия Руставелевского стиха на русском языке дело довольно сложное. О трудностях перевода Витязя в оптимальных вариантах их преодоления высказывались Заболоцкий, Бажан, Нацубидзе. Мнение же Петренко по этому вопросу нам неизвестно. Можно лишь предположить, что свой выбор на мужской рифме он остановил по рекомендации своего авторитетного консультанта Чичинадзе, который сам указывает, перевод этот выполнен восьмистопным хореем с мужской клаузулой с применением всех доступных средств для ритмического разнообразия. Выбор был оставлен на мужской рифме как наиболее привычной русскому стихосложению, когда в произведении применяется сплошь однородная рифма, например, шильонский узник, мцирий и другие. Попытка введения местами строп с женской рифмой не дала положительных результатов в смысле достижения монументальности и музыкальной стройности всей вещи и переводчику пришлось от нее отказаться. Как подтвердила практика других переводчиков Цагарелли, Нацубидзе, Заболоцкий, Бажан, это было ошибкой. Русско-украинский тонический или же метрико-тонический стих обнаружил в себе условную, но все же реальную возможность передачи грузинской силабики. Вот что пишет Бажан. «Сделав несколько попыток, я отказался от доктилической рифмы. Рифмы украинского языка не имеют большого количества доктилических, для такой широкой поэмы их тем более не хватило бы, а прибегать ради рифмы к поэтическому шарлатанству и жертвовать содержанием я не хотел». Таким образом, не без боли, но все же заменил доктилическую рифму мужской, которая характерна для нашего языка, но не присуща грузинскому. Катрен сохранил и смену двух размеров, и в этом направлении больше приблизился к оригиналу, чем в русских переводах. Бальмант, который совсем изменил Руставелевскую страфу ближе, чем Петренко, который всю поэму перевел мужскими рифмами, и чем Цагарели, который нарушил Катрен. Опыт этих переводчиков и учет их недостатков помогли мне найти путь, хоть и близкий к оригиналу, но, как я уже сказал, все-таки с некоторым отходом от него. Выход, как видим, был, но он требовал длительного эксперимента. Бажан семь лет работал над переводом и, естественно, располагал временем для этого. Говоря о серьезном упущении Петренко, нельзя не учесть мнение современной ему критики, которая одобряла его выбор. Патаридзе Петренко отказался от чередования дактиля и хорея и всю поэму переводит мужской рифмой. Такой способ дает лучшие результаты. Музыкальное впечатление, полученное от такого стихотворения, приближается к Шаири Шота. Катюбинский Петренко единственный из всех переводчиков сохраняет систему рифмовки Руставели и дает четыре одинаковых рифмы. Этим досягается особая плавность стиха, столь сильно отличающая подлинник. К сожалению, Петренко не удалось передать в такой же степени и характер и рифм. Трехсложные дактилические рифмы Руставели он заменил повсюду мужскими. Концы стихов поэтому съедаются. Впрочем, было бы излишней ригористичностью требовать такого почти невозможного в большом объеме на русском языке приема. Этого, кстати, сказать нет и у других переводчиков. Целуки Дзе Для сохранения ритмического разнообразия витязя в тигровой шкуре, достигаемого в Руставели в тигровой в тигровой премии. Продолжение Боочидзе. Кое-кто утверждает, что трудно будет восприниматься битязь в тигровой шкуре на русском языке с четырьмя рифмами, ибо в русском и вообще в славянском языках строфы с четырьмя рифмами не встречаются. Это ошибочное мнение, и его блестяще опровергли переводы Петренко и Бажана. Перевод Петренко не только не режет слух, а наоборот, масса читателей с напряженным вниманием слушает его на вечерах художественного чтения. В нашей музыкальности благозвучие стиха автор Витязя очень часто обращается к алитерации. В переводе ее, как и Маджаму, точно воспроизвести невозможно. В противном случае придется содержание принести в жертву форме. Переводчику остается лишь обратиться к аналогии, создать иллюзию звучания подлинника. Петренко превосходно справляется с этой задачей, что подтверждает даже взятые без специального подбора примеры. Твой приказ недобрый даже доброты других добрей. Ростыван сказал, царевну царь на царство воцарит. Протекал поток за полем, за потоком шли бугры. Протянуть посмели руки, пересечь дерзнули путь. Приближение к желанной сладко ждать себе в удел. Горностай ногое тело тяготил ей снеговой. Ныне радости сердечной приближается заря. День за днем слезами розе придавал-то белизну. Оттого тебе подвластны все движения светил. И скорбящей омрачиться пуще прежнего пришлось. Взором любящим отвечу я, о чей его лучу. Стал я львиной силой, славен, словно солнце светлолик. Не исчезло то светило, что светило для светил. Что не раз измена сладким изъяснялась языком. Прерываясь от рыдания, голос горестно изрек. Доложили, в доме пусто, видно, он пустился в путь. Но без милой нет веселья в самой ласковой стране. Все войска рыдали громко в этой горести прямы. Как родные разлучались, обретая бремя тьмы. Хоть кричал я на охоте, к нашим эхо не дошло. Солнце соколы сокрыли, псы наполнили поля. Вот и ваши очи плачут от читателей стихов. Побратимы зарыдали и пролили реки слез. Я сама себя убила в слепоте любви своей. Та ладья к садам примчалась и причалила она. Нарядили то светило, что затмило рой планет. Били громко барабаны, пели трубы трубачей. К прежним раку равновесить весть отрадная пришла. Устрашающе протрубят трубы нашего суда. В переводе встречаются и попытки создания внутренней рифмы. Эти песни нам любезны, если красит ясность их. Но стрелки стада согнали и погнали пред собой. Дева ключницу позвала и сказала, я звала. Поклонился я державным, равным солнцу и луне. Задрожало сердце, жалость, жгуче выслушав рассказ. Для любви любовь, создавший и законы давший ей. Кто не знает, как бывает расставание, день суров. Кое-где частично удались даже маджамы. То, что Богу нежеланно, не исполнится вовек. Коль цветок не видит солнца, то наряд его поглег. Льнут к чудесному все очи и сомкнуть не могут век. Без него и я не в силах до конца дожить свой век. Но родин с друзьями вскоре вступит радостно во град. Замерзавшие до ныне позабудут розыград. Одна из стилистических особенностей подлинника «повторы синонимов» — положительные контрастные параллелизмы — не всегда, но часто реализуется в переводе. Мудрый, любезен, правосуден, прозорлив, красноречив. Подбежал, взглянул, заохал и сказал ему потом. И жених приехал так же, немедлительно, скор. Звал, кричал, искал со брата черной ночью, белым днем. Витязь добрый, щедрый, храбрый, быстроконный, удалой. Это край перов, ресталищ, пенья, зрелищ и забав. Пили, ели, толковали, хохотали на раскат. Окруженный гулким ветром, булагой, прахами, огнем. По пустынным, бездорожным и неведовым краям. Часто сравнивая перевод Витязя в тигровой шкуре с подлинником, становится жаль и автор подстрочника, и переводчика. Настолько сложной преграды возникают перед ними. Кажется, ни один перевод не в состоянии вместить все отчаяние и трагедию, всю зримость и конкретность этих слов. «Да она, даится, мацаквда, дастся, гасисхлам динарда!» Она ударила себя ножом, упала в потоке крови, умерла. «Гасисхалман динарда» буквально означает «превратилась в реку крови». Самой длинной, самой жестокой, самой багряной метафорой в грузинском языке назвал это слово «челадзе». Поразительное звучание, емкость, сила эмоционального воздействия этих пяти руставелевских слов, четыре из которых — глаголы. В переводе, к сожалению, никаких примет подлинника, кроме правильной информации, не осталось. «Закололась и упала жизнь погибшую кляня». Подобные объективные препятствия у Петренко обостряют дух соперничества с автором. Он все вдумчивее и внимательно вчитывается в подстрочник. Когда в нем из-за большого различия между грузинским и русским языками строка получается короткой, неполной, он старается восполнить ее безболезненно. Подлинник. Подстрочник. Печаль твоя омрачит и светила. Перевод. Скорбь твоя светила свергнет, сотрясет и небосклон. Целиком воссоздав подлинник, да еще и усилив гиперболу, Петренко осознает и гиперболу собственную, естественно вытекающую из предыдущей. Звонкость аллитерации, логичность мысли, энергия поэтического слова оправдывает вмешательство переводчика. Подлинник. Подстрочник. Преданные гревали, враги веселились. Перевод. Каждый враг отвык от плача, каждый друг в слезах паник. Слова, привнесенные Петренко в перевод, восстанавливают утерянные в подстрочнике художественность подлинника. Подлинник. Дгейсит. Дагамит. Ваэбди. Вервизган. Сулдагебули. Подстрочник день и ночь горевал безутешный. Перевод. И горюя днем и ночью, позабыл я свет дневной. Одно слово безутешный Петренко развернул, как целую фразу. Позабыл я свет дневной. Воспроизвел, как говорил Чуковский, душевную тональность, душевной тональностью. Подлинник. Вкрирасаца вердамгидис, сисхлса мчекпрса, агмобгриди. Цэнса кацы гакветили, мандикурат гордавкиди. Подстрочник. Кого бы я ни ударил, никто не мог устоять. Кровь лилась потоками, рассеченный мною, свешивался с коня, как переметная сума. Перевод. «Где ударю строй расстроен, наседло в той сече злой, я разрубленного бешил перемертною сумой». То, что в подсрочнике передано так длинно, кого бы я ни ударил, никто не мог устоять, в оригинале очень коротко. Крирасаца вердамгидис. Петренко внутренним чутьем угадывает это и переводит так же лаконично. «Где ударю строй расстроен». Это ему дает возможность сохранить и весьма оригинальное сравнение, как переметная сума, которая у Руставеля, кстати, выражена одним словом «мандикурат». Было бы ошибочно думать, что Петренко то и дело выравнивает, восполняет подлинник. Подсрочники, по той же причине, что и короткие, встречаются и чересчур длинные строки. И тут уже переводчику приходится не развертывать одно слово на целую фразу, а наоборот целую фразу сжимать до одного слова. Подлинник, хамс-мепета ердгулоба, кмоба-гвартевс-кмаса-кмурад. Подстрочник. Надо блюсти преданность царям. Нам, вассалам, следует действовать, как подобает вассалам. Перевод. Подчиненный властелину дань уплачивает в срок. Это отрывок из беседы Афтандила с Шармадином перед отъездом на поиски чужестранного витязя. Как известно, Тинатин для этого дала ему три года. Ты ищи его три года по окраинам земным. Даню платить в срок, выполнить в срок задание. Подлинник. Акад сам цел армубида, машин гмартепс глоба пласи. Подстрочник. Если я сюда не возвращусь через три года, тогда тебе подобает горевать и носить траву. Перевод. Не вернусь, твое добудет одеяние черно. Переводчик вынужден пропустить уточнение через три года, которое чуть выше уже встречалось, и читатель еще помнит о нем. Пришлось также поступиться гореванием, но, несмотря на такой отборочный подход, строка сохранила главные приметы подлинника. Подлинник. Ахлос мивол шамамхедес шмагиао эсет квеса. Мун мил мартэм клав магарман саду просит жарит геса. Кац шубив кар цхэнедавец мартор нива мигдес меза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что поразил и коня его, оба они простились с солнцем. Копье сломалось, я протянул руку к мечу. Хвалю меч того, кто тебя наточил. Перевод. Я приблизился, безумец, — мне кричали их войска. К чаще копий устремился точно в заросль тростника. Поразил копьем тяжелыми коня и седока. Хоть копье мое сломалось, сталь меча была крепка. Здесь переводчик решал более сложную задачу. Он должен был оживить богатую глаголами сцену схватки Ториэла с хатавами. С первой строкой Петренко справился легко, без потерь и без вмешательства. Вторую же воспроизвел совершенно по-своему, создав собственную метафору и собственное сравнение. Чаще копий означает «большие войска», а заросль тростника — их густоту. Это Петренко. Но это и Руставели. Петренко, проявивший себя в конкретной ситуации, Руставели, исходящий из своего общего поэтического мира. Две последние строки, хоть и не противоречат подлиннику, но им не хватает динамизма, гибкости. Один лишь глагол «поразил» не в силах передать мощность трех руставелевских глаголов «ударил», «поразил», «простились». Кстати, фраза «оба они простились солнцем» вообще не поместилась в переводе. Творческая активность Петренко не исчерпывается только расширением или сжатием образа подлинника. Она многопланова, многогранна. Переводчик экспериментирует, выступает как зрелый мастер, и в большинстве случаев воля автора не сковывает, а наоборот окрыляет его. Петренко создает цельную метафору. Из нарциссов на Порошу перлов ринулся ручей. Поток текущих слез растопил свежий снег их лиц. Нарциссы глаза, перлов ручей, поток текущих слез. Найден и точный синоним свежего снега Пороша. Ни ручей из водоема ливень грянул из очей. Та, тяжело вздыхая, начала проливать слезы во ста крат больше. В тропе четко угадывается образное видение самого Петренко. Руссавелли пишет «Черные гешеровые ножи и ресницы отсекли слезы». Петренко переводит «Нож гешерный срезал слезы, опустил их в водоем». В обоих случаях метафора «глаз в водоем» принадлежит переводчику. То же касается метафоры слез, ливень. Нам уже встречалась она в 1034-м Катрине из «Нарцисса в ливень грянул». Мы уже отмечали, что «Гешеровые стрелы, гешеровые чащи, гешеровый лес и так далее и у Руссавеля» означает «ресницы или брови». Петренко, не выходя за пределы поэтики автора, часто самостоятельно применяет эти образцы. «Автандил рыдает рядом, влажен стрел гешерных ряд». Стекали слезы также с ресниц автандила. «Автандил напрасно кличет, спит гешерных копий рать». Витя закликнул его по имени, пытался разбудить его словами. Переводчик из сравнения делает метафору. «Выходя из чащи гешерных, родники пошли меж трав, обнимались два светила, двоединым солнцем став. Из их глаз на поля потекли слезы, как из родника. Долго они стояли, обнявшись в грудь груди. И сияя возгласили те достойные похвал, что меж раковин пурпурных скрыли искристый кристалл. Оба сияя говорили владыке моря, зубы хрусталя, губы жемчужные раковины. «Придон увидел, как два раба в лодке везли светила. Нестандерджан, белозубая рубиноустая, в черном покрывале». Переводчик читаем. «Жемчуг лалы окружали, трепетал гешер густой». Петренко предлагает три метафоры, сходство которых с иными метафорами в Руставеле очевидно. Улыбнулся бойско перлов, окружающий коралл. Средь кораллов красовался жемчуг блещущих близнят. И слов слуги каджетского царя. Все отправились в каджетии, сосвещавшие простор. Повернули, двинулись в каджетии, повели ее за собой. Освещавшая простор не стан в метафорическом восприятии переводчика. Она же и светила, отгоняющая тьму, и беглянка молодая, и огнеликая, и несравненная луна. Автандил просит Фатман. «Колдуна ко мне пришли ты, пусть в каджете он пойдет. Наши новости доложит солнцу в облаке невзгод». «Приведи того самого волшебника-раба, пошлем его в каджете, сообщи деве все, что нам ведомо». Солнце в облаке невзгод — метафорический образ Нестандерджан, принадлежащая Перу Петренко. Солнце, Саманнистан, облако невзгод, каджетское царство. Переводчик предлагает иную метафору каджетти — тьмы о плот. Если Бог того желает, мы низвергнем тьмы о плот. Дай Бог, чтобы довелось тебе узнать о нашей победе над каджетским царством. Самих же каджей он окрестил волшебниками лихими, а затем коней направим мы к волшебникам лихим. А затем сядем на коне и двинемся, направимся к каджетти. Озарителями сердец называет Петренко трех витязей, готовившихся к освобождению возлюбленной Ториэла. Триста всадников забрали озарителей сердец. Они взяли с собой триста всадников воинов отважных. петренковскими являются и такие образы, как «Времени ладья», «Оборвем беседу и мамчится времени ладья», «Темная книга бытия», «Как начертана судьбой в темной книге бытия» и другие. В переводе «Витязя в тигровой шкуре» мы находим и удачные сравнения, созданные Петренко. Чешнагир застает Афтандила, лапзающего Фатман. Увидав Спаспета, дрогнул, словно в бездну глянул он. Увидев Афтандила, он вздрогнул, и видно, дорога тут скалистая. Скалистая дорога в самом деле вызывает ассоциацию бездны. С помощью сравнения переводчик усилил эмоциональную напряженность повествования. С таким эффектом созданы ряд других сравнений. Слышит юноша погоню весь как зарево багрян. Он заметил, что и царь принял участие в погоне. Словно вихрь кровавый мчался он по войску моему. Он перебил мое войско, кровь пустил потоком. Мимолетный тешил встречных, словно радостный рассвет. Ликующая радость охватывала тех, кто оказывался вблизи от него. С облегчением те вздохнули, что дрожали, как тростник. Обрадовались те, которые были охвачены страхом перед ним, сариданом. Ты нежданная, как милость, что спешит с небес упасть. Бог дарует милость нежданно, поэтому я не удивляюсь. Царь вскочил, от боли дрогнул, словно раненой стрелой. Царь, пораженный вестью, вскочил, он был до боли удручен. Мы слова тихост прекрасных только с перлами сравним. Как он говорил, как он стонал, как великолепен он был. Солнце роза озаряет, и она горит, как жар. Когда солнце заливает розу, она становится красивей и отражает лучи. Обратились к Тариэлю. Он как тополь в землю врос. Они приветствовали и Тариэла, молодой кипарис. Близки к Петренковским сравнениям его гиперболы, которые он усиливает или создает, исходя из действительного подлинника. Возвратившись из поиска в незнакомого витязя Автандил рассказывает царю Растывану и придворным. Не дивитесь, что о нем я буду тягостно вздыхать. Лишь краса светил небесных красоте его подстать. Он в безумие ввергает всех дерзающих взирать, увидающую розу терны злых терзает рать. «Когда я заговорю о нем, не удивляйтесь, если буду беспрерывно вздыхать. Только солнце может сравниться с ним или его лицом. Увидевший его забывает обо всем виденном прежде. Горе ему завядшие рози, находящиеся далеко среди терней». Переводчик активно осваивает лексическое и образное богатство подлинника, драматизирует картину, придаёт гибкость, упругость повествованию. «Солнце» он переводит как «светило небесное», то есть «солнце» и все остальные светило с максимальной экспрессивностью описывает он внешность героя, его душевное состояние. Большое внимание уделяет Петренко звукописи. Результатом творческой активности Петренко являются и эти гиперболы, которые, как и предыдущие, по природе своей граничат с метафорами. «Улыбалась я, но в сердце ощущала сталь, как я. Если уста мои улыбались, то внутри снедало меня тайное горе. Я ответил, для тебя я брошусь в бурный вихрь огней. Я сказал ей с почтением, мне не жаль было ради тебя сжечь свою голову. Но над бездной безумья я теперь опять стою. Ныне она потеряна для меня. Почему ты не удивляешься, как я еще жив, как могу еще безумствовать? С ними к морю я примчался, морем горести объят. Я подъехал к морскому берегу, застал там лодку, лодочник увидел, что я спешу. С воды криком оглашает старец в горести своей. Услышав это, царь вскричал громко. Из оцепленного поля подымали к небу прах. Оцепив со всех сторон поля, они окружили его. Пропитавшись глубинной мудростью Руставели, переводчик не избежал соблазна подражать подлиннику, предложить свои афоризмы корнями уходящей философию автора его концепцию. По лаконизму и четкости они вписываются в текст, не нарушая его мировоззренческих основ. Кто прекрасного покинув, должен сетовать о том. Горевать пристало покинувшему его, удел его черный плат. «Где же счастье без помех?» Толчком к такому выводу послужила целая страфа. Тарел молвил, «Сестра, слезы мои текли здесь потому, что мир мгновенный обрекает нас на плач во искупление прежних радостей, таков древний закон мира не вновь ». Уже отмечалось, что Бог, исповедуемый Руставели, христианский. Его метафорические эпитеты, исходящие из глубин грузинской теологической литературы, явно подразумевают триединого христианского Бога. Рассыпанные по всей поэме в разных вариантах, они основаны на астральной символике и, как правило, гиперболизированы. Одним из ключевых термином Руставелевского богословия, обозначающего Христа, является солнечная ночь и безвременное время. Солнце образ светлой ночи, ведь в тебе отображен тот один единосущный стоящий вне времен, чьи сон и звезд смиряет неизменчивый закон. от меня твой лид прекрасный да не будет отвращен. Он говорил, о, солнце, тебя признают образом солнечной ночи, образом того единосущего, единого, бесконечного во времени, кому подчиняются небесные тела в каждое мгновение, не извращай мои судьбы, прими излияние мои до встречи с нею. Переводчик охватил все три эпитета солнца Бога, образ светлой ночи, один единосущный стоящий вне времен. Для этого понадобилось ввести в текст собственную фразу, ведь в тебе отображен. Она необходима мостин для сохранения логической связи между эпитетами. К рядов развернутых метафорических эпитетов относятся Катрен. Автандил рыдая, славил побеждающего тьму. С благодарностью безмерной ядоры твоей приму, ты никем неизъяснимый и недоступный никому, боль нежданно исцеляя, внял моленью моему. Автандил, проливая слезы, славил Бога в сердце своем. Он сказал, Боже, благодарю Тебя, облегчающего горести, Тебе, бывшего, сущего, невыразимого, слухом невоспринимаемого, Твоя милость внезапно проливается на нас. Петренко, облегчающую горести со второй строки, переносит в первую и заменяет адекватом побеждающего тьму. Третью строку он упрощает, с четырех эпитетов делает два, но они передают основной смысл того, что хотел сказать автор. Аналогичную ситуацию находим и в Катрене 1113. Он сказал «Благодарение вездесущему Отцу всех начал неисчислимых и началу и концу, тайных сил и светлояве всемогущему Творцу». Витязь сказал «Благодарение Богу Творцу Создателю Всевосущего, небесной силой которого предначертано все, что должно свершиться здесь. Тот вершит всем и тайным явным». Переводчик в первой строке объединил два эпитета в один, созданный им самим, и вторая строка «Творческое освоение первоисточника, соответствующая авторской идее». Лишь в третьей строке достигается почти адекватность. Ряд характерных метафорических эпитетов содержит молитва Автандила в мечети перед его тайным отъездом. Автандил мусульманин, но его лексика насквозь проникнута христианским духом, что косвенно указывает и на религиозное вероисповедание самого Руставели. Он молитву произносит «Боже небо и земли, приближающие утехи, настигающие вдали, всех властителей властитель, истомленному внемли, ты, царящий над страстями, силу сердцу не спошли». Он молится о Всевышний, повелитель земли и неба, то муки не спосылающий, то добродарящий, непознаваемый и невыразимый, властвующий над властями, да и владеть мне страстями, ты, владыка страстей. В первой строке Петренко упустил лишь обращение о Всевышней, во второй дал собственную интерпретацию метафорических эпитетов подлинника, в четвертой он точен, а в третьей с задачей справился частично. Эпитеты непознаваемые и невыразимые в текст перевода поместить не смог. Иногда Петренко предлагает своеобразные метафорические эпитеты. Как же ран Твоих не может залечить Творец миров, покровитель всех посевов и раститель всех ростков? Неужели Бог не может исцелить рану? Он, являющийся взрастителем всего, что посажено, посеяно. Оплатить я не сумею сокрушителю преград. Мне не возместить свой долг Всевышний тебя вознаградит. Может быть мне даст победу царь заоблачных высот? Попытаюсь, может Бог даст мне одолеть врага? Трансформация Всевышнего как Творца миров, сокрушителя преград и царя заоблачных высот перекликается с цитированным уже побеждающим тьму, тоже принадлежащим Педренко. Творческая активность переводчика наблюдается и там, где он, не внося ничего от себя в текст, делает смысловые акценты. Но сказали мне визири на совете в боевом, а мир бар ты млад, мы седы, оттого сказать дерзнем, что не раз измена сладкими здесь снялась языком, берегись или хатайцы умертвят тебя тайком. Рядом с собой усадил я визирий, мы поговорили, посоветовались, они сказали мне ты молод пока, мы опытней, потому осмеливаемся сказать прямо, они весьма коварны, однажды мы это уже испытали, как бы вас изменически не убили и не доставили бы нам горя. Фразы, что не раз измена сладкими здесь снялась языком, в подлиннике нет, но она органически вытекает из него. Петренко обобщает опыт визирий. Враг коварен, индийцы это однажды уже испытали, они могут предать и коварно убить Тарелла. Рука переводчика чувствуется и тогда, когда в тексте встречаем разговорные формы фразеологизмы. Верно снова устремился вдаль, куда глаза глядят. Отправился бы бродить по полям подобно дикому зверю. Днесь повинно и приносим мы, сгорая от стыда. Прости нам наши прегрешения, мы сами в них каемся. Царский праздник прекратился, черных дней пришла череда. Царь предался унынию, расстроил пиршество, хлеб-соль. При вмешательстве в авторский текст Петренко часто делает ставку на контекст. Тарьел рассказывает, целый год не расставался я с пустыней водяной. Так я провел год, двенадцать месяцев, казались мне в двадцать раз длиннее. Никакой водяной пустыни в оригинале нет. Образ вымышлен Петренко. Но не противоречит ли он содержанию? В предыдущем Катрене говорится. На корабль я сел, желая вдалеке искать вестей, не оставил без осмотра проходящих кораблей, ничего я не разведал и с ума сходил по ней. Стал я Богу ненавистен, стала боль еще сильней. Позже Тарьел сообщает, к берегам я возвратился. Значит, он не расставался целый год с морем, или, как образно выразился переводчик, с пустыней водяной. Есть у Петренко свои излюбленные образы, которые легко узнать. Ах, убьет меня алоэ, это полчища зорниц. В ротоборстве лев могучий, солнце в полчищи лучей. Полчища зорниц, полчища лучей — чисто Петренковские метафоры. Правда, слово полчища носит отрицательный оттенок, едва ли оно уместно в сочетании с зорницами и лучами. К образом переводчика надо отнести и орду теней. Мне в страдающее сердце заползет орда теней и мысли злую тьму. Передать велел я, вижу ваших мыслей злую тьму и тьму скорбей. Мне хватается изменили, не приняли тьму скорбей. В разных сочетаниях встречается в переводе любимое слово Петренко «сев». И рыдало сердце, словно в ней огней свершался сев. Розы нежные купались, орошал их слезный сев. Мигом в поле он поскачет совершать кровавый сев. Поэтическая индивидуальность Петренко проявляется в разных местах и по-разному. Иногда в повторении собственных образов, а иногда в ремнисценциях из предыдущих строк. В словах Автандила «Вскоре встретятся два сердца и останутся вдвоем» слышен отзвук письма Нестандер Джан возлюбленному «Сердце к сердцу припадая век останешься вдвоем». Тарьел предлагает друзьям свой план взятия Каджетской крепости. Трое с трех сторон к воротам устремимся на конях. И как подтверждение реализации предложенного плана с трех сторон три друга в город сразу врезались в разлет. И вот реминистенция, выходящая за рамки поэмы. Придон обращается к Тариелу и Автандилу. «Промедление смертельно, лучше ехать в дальний путь». Сразу вспоминается знаменитая фраза русского императора Петра I из послания в Сенат «Промедление смерти подобно». Переводчик привносит в текст некоторый былинно-сказочный дух, что выражается в лексике и интонации. «Чьи вы люди и какого государя здесь удел?» спрашивает Автандил кулан шаройских грузчиков, прибежавших к кораблю, и нам слышится именно эхо русской народной сказки. «Молодца того могилу не найти очам людским», говорит автор о Чашнагире, и слово «молодец» вновь напоминает фольклорный мир. «Красоты такой хватило б солнцу красному на век», рассказывает Фатман Онистан-Дерджан, и образ солнца красного безошибочно приводит нас к истокам устного народного творчества. Петренко знает, что архаизм в переводе не воспроизводится, если он не являлся художественным приемом у автора. «Витязь в тигровой шкуре написан сверхсовременным языком своей эпохи, поэтому говорить об архаичности его языка не приходится. Петренковская интерпретация лишь изредка промелькнут старославянизмы «Кровяной ли я ручей, бия челом, вашей ччери не ищу я, разрешилась ччерью молвил, вышла девушка на брег, днесь тебе я доверяюсь и так далее». Чичинадзе справедливо упрекал Нацубидзе, что он вносит много грузинских слов русский перевод, который перегружает и делает непонятным его. В переводе Петренко количество транскрипций доведено до минимума. Колорит подлинника и так создает многие термины общественной и политической жизни, не подающиеся переводу, а также имена литературных героев и исторических лиц, названия географических мест, представителей флоры и фауны, предметов быта, денежных единиц, драгоценных металлов и камней, музыкальных инструментов. Петренко перенес без изменения лишь некоторые имена и слова, такие как Амир Бар, глава морских сил, Амир Спасалар, верховный военачальник, Спасалар, Спаспет, военачальник, Мирани, сказочный конь, Нарды, настольная игра, Чагана, Чанги, музыкальный инструмент. Эти и другие слова, не имеющие русских аналогов, толкуются в конце книги, хоть догадаться об их значении, нетрудные по контексту. Можно утверждать, выразительный грузинский язык Шата Руставели Пантелеймон Петренко передал выразительным русским языком, свидетельство, чему не только рассмотрены нами многочисленные примеры, но и весь перевод поэмы. Сравнивая опубликованные в прессе переводы Петренко с окончательными вариантами, вошедшими в книгу, обнаруживаем, что переводчик чутко реагировал на критику, усердно работал над совершенствованием текста, устранял неточности. В газете на рубеже Востока номер десятый одиннадцатый 1935 год. Без препон так див лишь мог бы вмиг исчезнуть словно сон. Отмеченные рецензентами Кончелли и Агасовым славянский див и архаический без препон в издании устранены. Только дэвы так бесследно исчезают словно сон. В газете «Доложил, сидит, страдает, изменяет цвет ланит». Ростывану приписывалось удивительное свойство по желанию менять цвет своего лица. В книге «Доложил, сидит, страдает, гаснет цвет его ланит». Крайне неудачно передал переводчик слова «Тинатин, обращенные к Афтандилу». «А потом ты мне, любовник, ведь не в сплетнях, а вполне». «Во-вторых, ты мой миджнур, это не толки пустые, а истина». «В книге, а к тому же, как влюбленный, пребываешь ты в огне». Мы сравнили публикации «Нового мира» с окончательной редакцией перевода вашей чип-книгу и обнаружили ряд необходимых поправок. Приводим некоторые из них. Третья строка третьей страфы «Вступление». «Как мне дерзнуть и воспеть хвалу?» В журнале выглядит так. «Где мне равных совершенству в ней его найти похвалу?» В книге читаем «Как осмелиться не знаю мне излить поток похвал». Шестая страфа в книге переделана полностью, отшлифован стиль, заменены рифмы, четче передано содержание. В журнале «Мне нужны языки сердца в начертании судьбы, в песне дай вложить весь разум, чтобы не были слабы, так поможет Ариэлу силой песенной волшбы, и да будут три героя друг для друга, как рабы». Отныне мне нужно слово и язык для выражения «Сердце и мастерство» «Даруй мне, Бог, силой помоги отдать творчеству разум, дарованной тобой, тем похожим Тариэлу, достойному быть упомянутым в прекрасных стихах и всем трем лучезарным героям, преданным как рабы друг другу». В книге «Мне нужны языки сердце, чтобы славить и хвалить, дай уменье мне и силу с песнопением разум слить, чтобы смогли мы Тариэля словом пламенным почтить и да свяжет трех героев неразлучной дружбы нить». Помимо иных отметим одну весьма существенную поправку. На нее обратила внимание Академия Корбели, предисловие к первому изданию. Он писал «К числу исправлений, которые были бы неизбежны в прозаическом переводе, от которых нам пришлось воздержаться в избежании ломки многих мест перевода, относится и неточность в переводе некоторых терминов». Это особенно важно иметь в виду в том, что касается передачи термина «мона» всегда словом «раб», хотя, как видно из контекста, во многих случаях имеется в виду отнюдь не «рабы» в обычном смысле этого слова. Грузинское слово «монеба», происходящее от слова «мона», означает рабскую преданность друг другу. Поэтому замена неразлучной дружбой сравнение как «рабы» устраняет стилистическую шероховатость и оправдана семантически. В книге основательно исправлена и одиннадцатая строфа. В журнале «должен каждый с тем смириться, что дает ему судьба. Для борца борьба годится, а работа для раба. Облюбленный стать правицем должен грезе и любя, пусть упрек не устремится на тебя и от тебя. Кому что отпущено судьбой, пусть теми довольствуются. Работник работает, воин храбрым будет, влюбленный любит свою долю и стремится познать ее, пусть никогда не осуждает и не будет осужденным. Неудачна вторая строка. первая ее часть принадлежит переводчику. Нет в оригинале ни борца, ни борьбы, да и фраза в целом. Для борца борьба годится, звучит неуклюже. Не упоминает здесь Руставели и раба, в оригинале работник, а вот воин храбрым будет, совсем исчезло в переводе. Высокие требования, которые непременно предъявляются переводчику Витязя, не может удовлетворить и перевод третьей строки, а заключительной вовсе не выдерживает никакой критики. Авторская мысль затуманена, хромает язык и стиль. Все эти погрешности исправлены в первом же издании Витязя. Должен каждый примириться с предназначенной судьбой. Пусть работает работник и уходит воин в бой, а влюбленного пусть палящий сохраняет в сердце зной, пребывая безупречным в сокровенной страсти той. Значительно видоизменена и четырнадцатая страфа в сравнении с журнальной публикацией. В журнале «Коль по длинным перегонам проверяют скакуна, коль по взмаху и размаху ловкость мячника видна, то лишь тот поэт, чья песня словно конь ему верна, а садить ее не должен, коль исчерпана она». «Как коня испытывает долгий путь и быстрая скачка, игрока в мяч поле ловкий взмах и меткий удар, точно так же поэта умение слагать длинные стихи и смолкать, когда беседа затрудняется и стих начинает иссякать». Петренко не сумел сконденсировать мысли оригинала, не сумел правильно истолковать суждение автора о том, что поэт испытывается в умении слагать длинные стихи и умолкать, когда беседа затрудняется и стих начинает иссякать. В книге строфа стала намного прозрачнее в отношении содержания и изящнее в отношении формы. «Как по длинным перегонам проверяют скакуна, как по взмаху и размаху ловкость мячника видна, так и силой стихотворца мерит повести длина, не должна же иссякаться в затруднениях она». Подверглась основательной редакции пятнадцатая страфа. «Приглядись к певцу и песне, если речь его мелка, то и рифма у бедняги неприглядна и редка, что же речи не обрежет и словам не даст щелчка, или больше нет чагана для меча у игрока». «Приглядись к поэту и его стихотворству тогда, когда он не справляется со словом и оскудевает стих. Не укоротит ли он речей, не прибегнет ли к малословию, сумеет ли молодецки ударить чаганом выказать большое геройство?» На Катрине лежит налет поспешности, неблагозвучность рифм, нарушение интонации, расплывчатость содержания — таковы главные недостатки перевода. Уточним каждое из замечаний. Рифмы мелка, редка, однотипны. Они, к тому же, плохо сочетаются со словом «щелчка». Давать словам «щелчок» звучит юмористически. В подлиннике речь повествовательная, в переводе вопросительная. Заключительная двустишье вроде бы близко к авторскому тексту, однако ему не хватает ясности. В книге «На певца тогда смотрите, как опасности велика, чтоб слова не поредели и не стала речь мелка, напрягаться все сильнее нужно силам ездока, в мяч без устали чаганом бить должна его рука». В отредактированном тексте, как и у Руставели, обращение в множественном числе «На певца тогда смотрите» в Новом мире словесный блок рифма «У бедняги неприглядно» принадлежал переводчику. Неискушенному читателю могло показаться непонятным, о каком игроке в мяч с чаганом идет речь. После правки раскрылась сущность сравнения. Ездок это и есть игрок грузинского национального вида спорта цхенбурти, где всадники с специальными клюшками чагани играют в мяч. Руставели именно с этим игроком сравнивает поэта. В книге учтены многие тонкости, которые в журнале, возможно, не так бросались в глаза, но, несомненно, искажали текст. В Новом мире по-арабски однозвучно слово «бешен» и «влюблен». В книге исправлено лишь одно слово «бешен». Получилась правильная интерпретация. По-арабски однозвучно и безумен и влюблен. Такая же филингранная операция проведена из третьей строкой сорок четвертой страфы. Молвя «буду видеть часто тот хрусталь и сталактит». Слово «сталактит» было употреблено переводчиками исключительно для рифмы. В книге молвил «буду видеть часто тот хрусталь, что так блестит». В третьей строке пятьдесят девятой страфы дважды повторялся глагол «был». Пропускалась информация, что визирь Саград старый. Был визирь Саград с ним рядом, разговор между ними был. В книге «И визирь Саград почтенный с Афтандилом рядом был». Появился эпитет почтенный, способный кроме высокого положения визиря указывать и на его солидный возраст, восстановленная структура повествования. Можно было бы продолжить примеры, но, кажется, и так очевидно та скрупулезная работа, которая велась над переводом до самого издания отдельной книгой. Теперь, безусловно, трудно определить, какие именно правки принадлежат Петренко. Ведь над редакцией текста работали и Чичинадзе, и Брик. Но, поскольку многие замечания были напечатаны еще при жизни переводчика, он, во всяком случае, имел возможность делать нужное на его взгляд уточнение. Академик Орбели отмечал, при печатании предлагаемого перевода мы не сочли возможным внести те исправления и уточнения, которые были бы внесены в прозаический перевод. Ведь труд Петренко сам по себе является художественным произведением, требующим бережного к себе отношения. Выправленный Чичинадзе и Бриком текст перевода Петренко нами лишь в меру крайней необходимости были внесены исправления с помощью Дьяконова. Таким образом, в редактировании перевода кроме Чичинадзе и Брика принимали участие еще и Орбели и Дьяконов. Их совместными усилиями труд Петренко обрел тот окончательный вид, в котором он дошел до Чичинадзе. Петренко грузинского языка не знал, а переводил не на родной язык. Заподлинник ему правил подстрочный перевод Иорданишвили с Чичинадзе издания. Витязь в тигровой шкуре в подстрочном переводе величественен. Как на архитектурном макете угадываются масштабы будущих застроек, так и в прозаических его строках чувствуется их неподдельная образная красота. Порой даже приходят грешные мысли, что такое многоплановое и сложное произведение лучше переводить именно с подстрочника. Переводчик литературного ровесника Витязя поэмы Вольфрама Эшенбаха Парсифаль Гинсбург пишет, как он мучился над расшифровкой и переосмыслением каждой строки подлинника. А в подстрочнике все ясно, все расшифровано. И все-таки нет. Ничего не сравнится с той мукой, с теми терзаниями, которые в конце концов приводят тебя самостоятельным путем к познанию, осмыслению, эмоциональному ощущению всего иноязычного текста. Петренко не упустил своей единственной возможности как можно глубже постигнуть дух и букву подлинника, который ему предстояло перевести. Жизнь на родине Руставели, постоянное общение с грузинскими коллегами, ощущение языковой среды помогали ему в понимании текста, его музыки. С такой же целью приезжал в Тбилиси и месяцами оставался там Бажан. О тех месяцах, проведенных в гостеприимном доме Чиковани, он много раз вспоминал с волнением и благодарностью. Петренко сумел сохранить единство идейно-художественных начал произведения, воссоздать авторскую модель гармоничности мира, следовать строгому логичному строю подлинника, не нарушать его цельный живописный фон. В труде Петренко многое спорного и невдовлетворительного и просто отрицательного, но, как говорил Гамса Хурдио о переводчиках витязя, нам необходимо знать, что тот человек, который проложит первые рельсы, проведет первую борозду, делает большое дело. Мы можем его критиковать, но должны также отметить его вклад в это дело. Поэма великого грузинского поэта для молодого Петренко стала «Лебединой песней». на ее мелодии не отшумели навсегда, не канули в лету. Они узнаваемы среди многоголосия других переводов и прежде всего по юношескому темпераменту, по напряженности и яркости строк. Петренко как переводчик прожил великую жизнь. Он с начала и почти до конца прошел дорогами любви, страданий, битв и побед героев Руставели. Он был их верным спутником к сердцам русских, а значит и всесоюзных читателей. Прошло полвека с тех пор, как Петренко были переведены первые Катрены Витязи. За это время наука обогатилась многими важными исследованиями о поэме, но мы должны учесть, что научная концепция Петренко в отношении понимания текста в основном опирается на Руставело логические взглядах Чичинадзе, его редактора и консультанта. Говорим в основном, потому что Петренко часто самостоятельно решает ту или иную проблему, просто интуиции которых не решить. Поэтический перевод такого древнего текста как «Витязь в тигровой шкуре» непременно подразумевает обширную исследовательскую работу. Чем глубже методологически обоснованно ведется она, тем больше гарантий, что перевод сумеет отобразить первоисточник. Поэтическое вдохновение и мастерство, помноженное на кропотливый филологический труд, вот что требуется от переводчика большого эпического полотна, такой труд несомненно вложен в Петренковский перевод. Мне твердят Пушкин непереводим. Как может быть непереводим уже переведший, переложивший на свой общечеловеческий язык несказанное и несказанное. Но переводить такого переводчика должен поэт, писала Цветаева. Обратите внимание, переводить такого переводчика в этих словах глубокий смысл самовотворения. Ведь в самом деле каждый художник прежде всего является переводчиком самого себя. То, что мы получаем в готовом виде, как оригинальные художественные произведения, созданные по всем программам жанра, в сознании воображений творца сначала возникает как нечто хаотическое, уступающее своим уровнем даже подстрочнику. Воображают, фантазируют, сочиняют многие, а поэтами становятся единицей. Почему? Потому что они в самом себе не находят переводчика, не находят мастера, который сумел бы объединить их мысли и чувства в одно целенаправленное целое. Это особый дар, чем и отличается поэт от других умных и талантливых людей. Петренко был прежде всего поэтом, что предрешил успех его перевода. Чичинадзе, например, до конца жизни верил в единственность и непревзойденность интерпретации своего подопечного. Вспоминает ветеран книгоиздательского дела в Грузии Златкин. Однажды к нам в издательство пришел известный грузинский поэт, переводчик и исследователь литературы Константин Арчилович Чичинадзе. Застав меня у разложенных на письменном столе книг бессмертной поэмы Великого Руставели «Витязь в тигровой шкуре», перевода Георгия Цагарелли, Николая Заболоцкого, Пантелеймона Петренко, Константина Бальмонта и Шалве Нацубидзе, спросил, чем вы занимаетесь? Некоторыми сравнениями и попыткой разобраться, чей лучше. Константин Арчилович взял со стола книгу с переводами по теле Муна Петренко и категорически заявил, «Лучше этого перевода не было, нет и не будет». Согласившись отчасти с заключением и выводами Константина Арчиловича по поводу первых двух положений, я ответил, «Если принять за абсолютную истину ваше последнее заключение, то нам нужно сегодня оставить всю нашу работу, запереть на ключи издательства и сдать его на вечное хранение в музей, ибо все сомнения и искания исчерпаны». Как убеждая даже самый беглый сравнительный анализ всех существующих русских переводов «Витязя», ключом издательства не угрожают музейные сейфы. Но если отставить в сторону понятную крайность высказывания Чичинадзе, можно заключить, бейтесь в тигровой шкуре в интерпретации Петренко, представит перед нами монументальным произведением, в котором благодаря словесной скульптуре все подчинено единой образной системе, заметно уважение к подлиннику, стремление к сохранению выраженных в оригинале мыслей и чувств. Передача монументальности, стиля и общей поэтичности звучания большой похвалы заслуживает перевод Петренко, отмечает академик Борамидзе. Добавим, что монументальность и поэтичность именно те два крыла, которые подняли «Витязя» на вершину мировой славы, и коль переводчик придал этим крыльям вольность, значит, он по существу справился со сложнейшей задачей. С Гомером долго-то беседовал один, писал Пушкин посвящение Гнедичу. Если учесть, что Гнедич двадцать лет работал над переводом «Илиады», а Петренко перевел «Витязя» всего за два года, к тому же совсем молодым, не имея нужного опыта для такой огромной работы, станет ясно, что он совершил литературный подвиг и достоин признания и благодарности. Продолжение следует...